здравствуйте наши уважаемые зрители канала перехват управления у нас сегодня в гостях на лубянке василий александрович милинченко председатель общественного движения федеральной сеть совет здравствуйте здравствуй три мы под иконой феликса адмундовича сегодня под защитного джержинского ты мишустина утвердили что теперь президент путин дал кандидатуру на премьер-министр в государственную думу на утверждение а мишустина как бы бывшего уже премьера и уже нынешнего опять его утвердили все нормально президент это понятно ориентировался и считал что коней на переправе не меняют но мое мнение и даже не пристреливают мое мнение не тех запрягли просто поэтому уже что делать как есть так есть однако смотрите председатель думы володин вячеслав володин четко заявил что будем допрашивать будем спрашивать пример министра уже так сказать да мишустина как он собирается новым правительством выполнять вот майские задачи президента которые поставлены все и первую очередь он назвал демографию но мы это уже давно услышим мы не мы слышали все но смотри президент не ставил своих задачах уже демографию на первое место он первый раз поставил второй раз третий раз и уже махнул рукой не хотят русские размножаться или не как или забыли неважно важно то что президент смирился русские жить не хотят поэтому задача поставлена к 30-му году и к 36 году в общем то не ошибка стараться делать этих детей все президент согласился да бог на вас но володин сказал мне друзья мои первую очередь мы ставим как планируете демографическую политику дальше развивать смотрите дальше что он говорит во авторим он ставит молодежную политику вопрос серьезный нас вообще ни разу не было в руководителях или будем говорить в идеологах молодежной молодежной политики нас не было человека на которого могла равняться наша молодежь это странно мы всегда на пьедестал якобы лидеру молодежи ставили в общем то ну таких престарелых ну даже я бы не так сказал у тырку нечего было там брать не рожать не умеют не делать детей не умеют не толку никакого не повести за собой молодежь тоже не умели то есть это все таки было я думаю стратегическая ошибка правительства что не смогли выбрать хороших людей в лидеры которые бы повели молодежь за собой а молодежи то наш основной человеческий капитал и здесь большая ошибка на что опять обратил внимание товарищ володин и он мишустина очень захотел спросить еще про что он хотел спросить он говорит что мы обязательно спросим за развитие регионов тоже значит за а суверенную технологии на вот на все это и другое это неправильно неправильно поставлены были вопросы по одной причине вот что никакого технологического суверенитета нет может существовать а если его насильно сделать это будет таежный тупик вот это будет возврат вот к черепкам горшкам шкурам и копьем за бегать за лосями там зачем то еще то есть мы обязательно отстанем поэтому чтобы но чтобы технологический суверенитет делать надо экономику сначала поднимать надо надо сначала человеческий капитал усилить вот без образования без хорошей медицины никакой экономики не поднимем потому что неразумные люди не образованные люди неумелые люди не могут делать нормальную экономику мы на практике россии это видим уже много лет что мы отстаем как и в технологиях как и в экономике как и в построении социально независимо нормального развитого общества мы видим что не свобода действий тормозит и другие сразу же как как может человек не свободный сам по себе человек вечно боящийся всех и участкового и росгвардейца и полицейского да как он может творить как это ж только свободная личность может вот что-то действительно изобрести сделать вот все то есть это и ученые это и все а мы чего добились в нашем суверенитете что три тысячи молодых ученых сделали дорожку на запад сразу удрали туда и обратите внимание уезжают не только из россии а из нашего будущего уезжают вот смотри из китая уезжают из бразилии уезжают из индии уезжают из россии уезжают молодые перспективные ученые люди аспиранты кандидаты и так куда уезжают куда а вот ты не догадываешься запад я не думаю что там матри будет уезжая река не то что ты думаешь неважно важно то что уезжают от добра добра не ищут так а зачем они туда выезжают за лучше жизнь вот значит там лучше они так думают они назад не возвращая расскажите мне куда они уже смотри выезжает австралия штаты германия и канада уезжают а я понял меньше уезжает но в японии и так сильно развитый человеческий капитал свой суверенный например брать как надо развивать вот нам вот и смотри володин снова говорит вот значит развитие региону нас провальная демографическая нас провальная значит вот суверенитет технологический вот все смешно конечно у нас вот значит торы невозможно вот сделаны вот территории опережающего развития не понимая даже что опережает развитие только катастрофа нас это все не получается но надо развивать регионы так вот это ключевая ключевая точка с которой надо все начинать развитие регионов развитие новгородской области псковской области тверской области хабаровского края водной все это есть крайнюк краеугольный камень развития вообще нас всех вот и всей страны задача развития региону правильно поставлена задача она правда ставилась смотри хочу показать я специально взял даже тебе вот 12 год 2020 программа была да так вот здесь все то что теперь в новых майских задачах в тех 12 задачах единственное что могу сказать что здесь были поставлены более амбициозные цели в том числе в средней зарплате 2500 долларов в нынешней нету такой задачи но если средняя то мы знаем как это средние цифры получается средняя хоть не средняя нету такой больше цифры можно все то здесь была поставлены тогда задачи значит развитие демографической политики сильной там мы должны были уже увеличиться в этих детях что девать их было бы некуда вот наш все то есть да но не получилось не срослось здесь была международная политика такая поставлена в москву все съезжаются дружественные страны начиная с первой самой дружины страны соединенных штатов америки а я думал с африки дней и тогда буш был и приезжал и в двух тысяч пятом году они тут ходили по москве кого только не было там все были страны тогда все то есть но вот и вещь не срослось опять и вот теперь смотри пришел восемнадцатый год в семнадцатом году мы снова писали ну можно назвать майские указы правда тогда их назвали как национальные проекты в одно что тоже были майские указы вот они пожалуйста они все повторились в хороших вот вот демографический вызов россии миграционная политика системы это тоже сюда относится по внешней политике по экономике развития по труду по судебной системе они все были прописаны и они двадцать четвертом году принципе снова переписаны но с уменьшением цели и задач почему а потому что опять не получилось так а зачем уменьшать могли бы просто переписать все равно же не проверяли и никто не будет выполнять их но я же видишь проверил чужой владимир владимирович думает не перепишешь этот мельниченко все перечитает скажи даже не переписали а так я говорю переписали вот переписали нет хорошие они люди то видят все единственное что могу четко утвердить вот опоручили то их выполнение той же команде которая не выполнила до сих пор ничего поэтому изменение вот тех самых людей должны были произойти почему я говорю что коней хоть и не меняют на переправе но надо было правильных запрячь коней взять найти где-то нормальных вот тягловых лошадей тяжело кони ли это ослы но колпаки де александр иванович говорит что именно ослы ослы а может ишаки они тоже говорят ездовые ну все могло быть в россии все может быть вот я не знаю но но хотелось чтобы было все хорошо их и хочется и сейчас вот и я бы сказал уже неважно неважно виктор уже ладно мишустин к короли небесная нам на эту допустим или абсолютно правильный выбор президента может быть и тогда но нам надо теперь как-то приспособиться жить дальше то есть платить налоги еще больше не так платить налоги будем больше но может быть все таки мы тоже должны прозреть как народ как люди фантазия до фантазии не нет это обязательно нужно все то есть и потребовать с нынешних министров выполнение поставленных задач ну что же это за задачи которые не проверяются которых не мест ну не проверяют в их выполнение не наказывают за одни выполнение а поощряют за невыполнение да вы чё там все то ведь вот ну так же нельзя ведь жить то ведь ну даже обидно вот обидно перед людьми перед страной перед всеми что вы так наплевательски относитесь к тем задачам которые сами себе пишите вот сейчас станут допустим вице-премьер станет вот допустим патрушев дмитрий он станет да вот вице-премьером все поручат ему говорят вот на сельское хозяйство рыбное хозяйство экологию и природные ресурсы сто процентов уверен что природные ресурсы намного приятней чем даже сельское хозяйство рыбы тоже неплохо рыбное место как говорят все нормально хлебное место рыбное место золотое место так вот хотелось бы чтобы действительно сельское хозяйство не забыли не только в зерне а зерно кстати очень плохо что сделали эту пшеничная трагедия из которой нам крестьянам не выйти я бы просил нового министра и особенно нового вице-премьера и нового налогового начальника ради бога верните нам право регистрировать кфх крестьянско-фермерские хозяйства что же вы нас назвали вот индивидуальными предпринимателями бизнес села это не просто индивидуально это семейный в большинстве бизнес должно быть название возвращено ничего это не стоит ни денег ничего просто ради так сказать людей верните это название то люди все требуют все крестьянско-фермерские хозяйства все личные подсобные хозяйства которые вообще тупо почему так названы тоже непонятно в мире либо фермера либо так сказать мещане какие-то а в нас вот что-то придумают это личные подсобные это фермерская это крестьянская а это индивидуальный предприниматель не надо делить нас на какие-то касты вот мы все абсолютно равные в этом деле и основа основ станет или могло бы стать развитием только программа федерального сельсовета который называется пятилетка укоренение народа на земле вот это огромнейшая территория наше великолепное пространство страны и является тем самым вот начало полигоном назовите как хотите где устойчиво будет развиваться экономика это экономическое чудо президента путина даже пускай на последнем его срок или предпоследнем ну хоть что-то надо сделать для страны очень важное и полезное хоть чем-то должна страна гордиться своими достижениями и это были бы такие достижения мы действительно стали зажиточной богатой страной ведь володин же требует от мишустина ну расскажи говорит товарищ мишустин ну расскажи как же ты будешь повышать благосостояние наших людей нашего народа как того просит президент российской федерации путин ставить задачу такую вот так вот так и повышать потому что когда вдруг на этой территории на всех заброшенных селах и деревнях вот начнет появится производство по одному по два по три хозяйствующих субъекта они же станут неистово размножаться потому что им нужны рабочие руки эти дети будут востребованы потому что им надо наследство передать землю земельку нашу русскую развод и второе передать хозяйствующих свой субъект они ведь будут развиваться они будут все делать страна правда завоюет такой авторитет экономической вот в мире на который и претендовала россия а увы нас все соседи раптом взяли и опередили это конечно локальная экономика как видите все решает вот володин не спросил сегодня как будут развивать промышленность они надо спрашивать если будет внедрена пятилетка укоренения народа на земле вот такой наш генеральный план вот то промышленность вот не успеет делать заказы те которые необходимы для развития сельских территорий сейчас малых городов и еще одно мы же ведь буквально три дня назад опять китаю отдали 146 тысяч гектар земли на 49 лет по 250 рублей за 1 гектар вы представляете что мы это кто на россии но у россии есть имя подпись кто это подписал ты знаешь который я ведь не делю что это подпись или кто лично передал это земля принадлежит народу это наша земля но передаем передает же не народ 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 не возмутился народ не сказал что не пьяди нашей земли мы не отдадим мы же только отпраздновали 9 мая отпраздновали праздник видишь ли день скорби страшной скорби должен быть но но еще одно мы же говорили что мы же не пьяди русской земли никому а китаю отдали больше чем три крема по территории китаю а некоторые уже на 70 лет вот договора вы можете себе представить что будет через 49 лет там вы можете тут представить кто там будет жить на этих землях через 70 лет не наша земля будет это не наши люди будут там жить но мы же отдаем а программа федеральной сельсовета четко расписывает и все приграничный наш юг сибири как должен быть как должно быть построено все что там тысячи и десятки тысяч семей вот поселились и это будет такой знаешь дальневосточный редут это закроем мы все приграничные своими семьями развитыми семьями зажиточными как раз как ставит президенту задачи повышение благосостояния ну и все остается одно теперь президент есть председатель правительства есть сегодня завтра послезавтра утрясут все дела с правительством членами остается либо работать либо делать имитацию вот такие иллюзии как делает это агентство стратегических иллюзий нашей оси что мы якобы развиваемся что мы якобы где-то на каком-то там месте и тому и тому подобные ничего виктория этого нету мы слабая мало развитая страна мечтающая в каком-то дурацком технологическом суверенитете ставим каждые пять шесть десять лет задачи повышение благосостояния и уже даже не ставим вопрос рождения детей вот как будто все теперь не будем их делать что ли или не знаем как или не умеем как а что русские то себе думают люди русские ну к вам же ведь обращаются вас же больше всех здесь в россии так решите этот вопрос мы это почему должны страдать через вас наши национальные меньшинства то в конце концов возьмите за ум то а то в ухе есть а посередине ничего беритесь работать и действовать василий саныч русский у нас вот русская община у нас борется в ростовской области хотя я от них слышала что они вне политики и вот пожалуйста теперь они в политике получается теперь они борются незаконно осудили их членов одного нет несколько но вот чем занимаются русские они борются вот с местными властями на таком уровне лучше бы они под одеялом боролись может что-то вы получилось может быть это не борется василий александрович но получается что мы свои земли просто сдаем причем даже в день победы не сдаем а отказываемся от них сдаем отказываемся от своей земли зря погибли наши предки вот мы же они же погибли за землю за русскую победу мы отмечаем девятого мая вот опять иллюзии опять обман бессмертный полк нам устроили мы предали память предков точно в этом отношении и это не только дальний восток это не только китаю мы это обсуждали неоднократно том числе с тобой обсуждали а те земли которые мы по миллиону гектар всучили теперь штефану дюру ткачеву линниками всем остальным а те 25 миллионов гектар земли которые мы передали двести семьям отдали отказались вот а за эту землю погибли люди погибли занять в любой поселок центральной россии или любой нашей области да даже на урале у меня 177 человек погибли моего села там 400 там 500 3 а потомки то чего себе решили это как так взять отдать землю это как а потом это что за люди то здесь живут на этой земле которые отказались от своей земли вы чего делаете то видя это как потомки зато отмечают праздник я конечно с вами не согласна что вы называете этот день днем скорби вот это день победы а день скорби можно назвать как раз кита нападения фашисты которые почему говорю так вот смотри я отношусь к словам очень бережно в этом отношении ты видишь настолько я критически отношусь к дурости наших чиновников там и разных вот ученых людей экспертных сообществ которые могут назвать торт территории опережающего развития если бы они словарь посмотрели то они бы уразумели что опережает развитие только катастрофа и так дальше или технологический суверенитет там лишь чего-то просто захотели и назвали захотели и назвали вот то есть не понимая самой сути этого слова не называют в том числе когда говорят войну выиграл войну проиграл что это за игра на которой погибают люди разве эта игра войне можно потерпеть поражение да понести потери потерпеть поражение не можно выиграть не выиграть а можно победить да а мы играем это не шашки это не шахматы а прочитай все послушать телевидение мы выиграли войну что значит выиграть что это за игра такая была это в чем что играли в лапту что ли там это плохие слова их нельзя говорить что такое победа ну здесь тоже слово серьезно к нему надо относиться когда мы защищаемся когда все да мы боролись и победили тут однозначно вот так она есть правда но это не радостный день на самом деле если вдруг за эту победу за родину как меня в моем селе где я живу семья тимофеевых отправила за родину за победу шесть сыновей и ни один не вернулся а после победы родина больше к в эту семью и не пришла то я не думаю что они праздновали день победы у них наверное это был не праздник шесть сыновей виктория не вернулась а погибло сколько людей а столько потерпевших и пострадавших во время войны в каждой из наших республик а в тех которые были захвачены вот наш вот немцами беларусь украина 11 миллионов человек по были убиты да не во время войны вообще вот настолько на украине а сколько было убито беларуси самая пострадавшая республика и вот мы можем это называть праздником ну сталин скорее всего по одной из причин как раз китаре был право абсолютно что это нет отмечать можно было но по-разному можно просто плясать под гармонь вот значит напиться до усрачки так сказать вот да а можно действительно помянуть этот день вот очень очень серьезно и сказать что мы больше никогда чтобы такого не повторилось вот с нашей страной в нашей стране с нашим народом наших людей чтобы никто никогда не терял тут в аварии не дай бог где-то потеряешь вот ребенка и дальше жизни нету серьезно василий александрович даже не знаю как от такой серьезной темой переходить к этой новости новость значит что лавров подписал соглашение с африканским государством с одним из о не размещение оружия космосе здесь никакого я бы сказал ничего смешного нет да задача министерства иностранных дел все время подписывать какие-то договора налаживать нормальные связи ну всяко может быть сегодня сьерра-леоне отсталая будем гритов с река африканская сторона небогатая завтра там что-нибудь раскопают толкового она станет друг богатой и начнет ракеты пускать в космос сразу технологии появятся смотри наперед подписать можно а потом второе не забывай что к нам даже на парад приехал очень мало они приехал очень много лидеров других стран то есть как будто нет сиро-леоне например дико отношения вообще к великой этой отечественной или мировой войне не имела вообще ну подписали и подписали я бы здесь вообще не обращал внимания ну потому что за последние годы виктория все то что она подписывала лаврова 1 что там намного есть смешнее всего и намного есть абсурднее чем то что это самое возможно одно из самых прогрессивных для безобидных вот наш подписание всего я бы в этом случае вспомнил других министров иностранных дел периода ленинща брежнева вот знаешь когда действительно была поставлена цель вот каким-то образом обуздать ядерные гонки каким-то образом вот значит вот предотвратить любые военные действия вот которые бы ну чтобы люди не убивали друг друга этот человек действительно много много очень за хельсинские соглашения о нераспространении оружия в космосе вот и много-много десятков всего я четко скажу что на тот период если бы не аванские эти события то он абсолютный был абсолютно был на премию мира кандидат ну и вообще он заслуживал премии мира таких руководителей к сожалению после него ничего подобного мы не видели и наверно не увидим ближайшие лет 12 василий александрович перейдем к другой теме тогда вы собираетесь форум организовывать как у вас дела подвигаются мы не собираемся мы все время в процессе организации и моменты как бы такие случались что нам никто не мешал провести форум всероссийский форум промышленных и аграрных союзов без вопросов разного рода да с целью вот ну какого то все но мы имели подоплеку разговор на чистоту между народом мы будем говорить теми союзами и власть придержащими с нашей властью поэтому мы долго договаривались с ними наконец-то администрация президента сказала да надо потому что есть очень много нерешаемых ими задач в экономике тупик что вы ждете от этого форума ну во первых форум будет и госсовет вместе проходить это первый раз такое чтобы общественные организации собирали форум и вместе госсовет с ними проводил второе мы однозначно ждем на нем как и президента так и понятно что членов правительства будут вот мы хотим решить некоторые абсолютно простые но нужные цели и задачи для развития промышленности и аграрного нашего сектора то есть практически мы говорим о реализации программы пятилетка укоренения народа на земле как идейной в идейном вот наш самом варианте так и чисто в экономическом все люди в россии должны жить в достойности в мире благополучии в абсолютной безопасности то есть вы все-таки надеетесь что это поможет и лед тронется я призываю надеюсь или нет сложная задача все наши надежды это только отложенные разочарования к сожалению но я очень хочу чтобы люди россии осознали что они не должны бояться ни участкового не своей власти никого что они должны решать все вопросы жизненные сами а власти делегировать какие-то полномочия для улучшения своей жизни чтобы те работа нанимать их конкретно нанимать устанавливать заработную плату им жалование за которые это жалование власть должна раба не они должны назначать на пенсию не они должны назначать себе зарплату а мы люди должны утверждать через свои законодательные вот разные органы начиная с сельсоветов смету том числе расходов и если перерасходовали бесцельно и что в тюрьму или наказать или ремнем по заднице еще чего-то вот начну это должно так быть люди должны управлять местное самоуправление народа власти должно быть спасибо василий александрович даже не хочу переходить к полицаям хотела тоже задать вам этот вопрос потому что они не борются с преступностью и ни с чем а именно людей они вот проводят свои антитеррористические такие операции не будем к ночи их вспоминать хорошо мужества и достоинства спасибо друзья с нами был василий александрович мельченко